МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы здесь собрались для того, чтобы проанонсировать поэтический фестиваль вольности-фест, который пройдет в доме Витберга послезавтра уже. 18 октября к нам едут известные молодые. Молодые. Молодые поэты, известные. В целом бы хотелось, конечно, поговорить еще в том числе об увлеченности или неувлеченности поэзии в современных городах российских, в том числе и в нашем. Ну, ваш-то клуб образовался весной 2016 года. Да, совершенно верно. Это говорит о том, что не на пустом месте, наверное, да? Вообще, вы знаете, там так получилось, что мне позвонил Коля и говорит, Миш, слушай, мы тут хотим провести какое-нибудь поэтическое мероприятие, вот посвятим его Маяковскому. Я, говорит, никого кроме тебя не вижу. Я говорю, ну ладно, хорошо, давай встретимся, пообщаемся. Ну, встретились, значит, мы в двенашечке за чашечкой кофе, стали общаться, общаться. Я говорю, Коль, слушай, а почему мы должны ограничивать его с только одним мероприятием? Почему бы нам это с тобой не развернуть вот как-то вот так вот поширше, поширше, да? Почему бы нам не делать это на постоянной основе, как литературный клуб, но без статуса элитарности? Знаете, у нас как литературный клуб... Что значит элитарный клуб? Сейчас нам расскажут. Конечно же, сейчас мы расскажем. Есть элитарные клубы, когда вот вам, например, вручили пригласительный билет, и вот вы туда приходите, там только свои. Вот люди сидят, играют под гитару, общаются, разговаривают, читают какие-то стихи, делятся новостями мира поэзии или литературы. А мы с самого начала хотели все это устраивать на таких, знаете, пролетарских началах, рабочекрестьянских, то есть для всех. Да, чтобы это было понятно всем, чтобы не было вот этого какого-то налета бомонда, то есть что только какие-то избранные люди могут... Только во фраках, в вечерних платьях. Да-да-да-да-да. То есть это для всех. Чтобы каждый мог прийти и прочесть, чтобы каждый мог... Ведь понимаете, ведь поэзия — это на самом деле что? Поэзия — это твой глаз, это возможность высказаться. И мы уважаем это. Мы считаем, что каждый должен уметь высказываться и говорить что-то. То есть у нас люди читают и не только стихи, но и прозу читают. Это, мне кажется, правильно, потому что, ну а как же. Николай, вот я Николаю Голикова обращаюсь. Вы человек опытный в делах литературы тоже со своим... Граунд, да, только это было все очень давно, но тем это было точно то же самое. Мы тоже создавали клуб, который был открыт, именно мы всегда шли на публику, мы проводили мероприятия, на которые вход был свободный. Более того, мы даже тех, кто не хотел, приглашали, чтобы именно пришли и посмотрели. Мне кажется, совершенно здравая идея, но дело в том, что я... Что могу только сказать, что было время, когда это было невостребовано. Я очень рад, что сейчас это снова появилось. И сейчас снова люди проявляют к этому интерес. Вот что я почему смотрю с таким постолком радости. То есть много лет назад это был такой между собойчик, да, такой небольшой групп? Нет, дело в том, что в 80-х годах как раз Вятка была такой столицей поэтической России, вот я не побоюсь этого слова, потому что сюда точно так же ехали активно москвичи и питерцы, там смотрели, как здесь, что вдруг, почему, откуда все взялось, откуда, на ровном месте, да. Мы точно так же ездили куда-то, пропагандировали, так сказать, нашу вятскую, так сказать, литшколу. А потом просто где-то в 90-е годы, может быть, в начале 2000-х это стихло. Я уж не знаю почему. Ну, потому что не до этого было, видимо. Ну, видимо, да, какая-то жизнь другая стала, может быть, какое-то общественное настроение. Все-таки поэзия, она предполагает какой-то общественный такой взлет, там, не знаю, или наоборот, там, когда декаданс возникает, когда полный общественный упадок. А там, видимо, был такой период, когда вот поэзия оказалась в стороне. Сейчас очень здорово, что все это появляется снова, я просто очень рад. Я даже, знаете, всегда, там, допустим, дети, когда мне спрашивают, вот Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот как вот читать стихи или там еще что-то. Я говорю, вот вы разучивайте их, читайте, но всегда читайте. То есть всегда. Идите, вот вы идете по улице. Озвучиваете, превращаете. Поэзия — это звучащее слово, на самом деле, это искусство устное. Устное изначально, да? Да, вы идете... Как пение, да, нельзя же петь на бумаге. Ноты — это тоже хорошо, но надо, чтобы не звучали. И всегда читайте. Вот вы идете по улице, да пристаньте какому-нибудь мужику на улице, прочтите ему что-нибудь. Вот вы, допустим... Желательно только по габаритам поменьше. Ну, то мало ли, да. Если еще прочтете что-нибудь такое, сатиричное еще в букву получите. Если, к примеру, вот вы пришли в школу или в вуз, не бойтесь всегда, выходите, читайте. Потому что еще одна важная вещь — поэзия, на самом деле, нас в какой-то степени, так скажем, раскрепощает. Это позволяет нам ощущать себя гораздо более такими свободными, что ли, не скованными. Мы можем читать, мы можем говорить. Это, мне кажется, очень ценное качество, особенно для нашего времени, когда вся наша жизнь, по сути, перетекает из реальности в вот этот вот электронный формат. Когда там «я тебя люблю» — это тут написать, но не сказать. Или, допустим, такие вот большие сообщения с признаниями, надо ведь написать в ВКонтакте или в Ватсапе где-нибудь. Я даже вот своим студентам, как говорю, посмотрите, Владимир Первый... Михаил, я поистину преподаю в Вятском государственном университете, да? Я говорю, уважаемый, вот смотрите, Владимир Первый, чтобы сердце женщины завоевать, город осадил. А вы, говорю, сейчас, говорю, чего? Осадили в Ватсап, осадили контакты, и девушка уже не знает, куда от вас деваться, куда от вас бежать. Мне кажется, это на самом деле очень важно, что человек не просто вот как в сети, знаешь, это отсутствие человека. А здесь человек выходит, и он говорит от первого лица, от себя, он говорит слово «я», да? Он не прячется за что-то, он говорит «я», вот я, и читает от своего имени, да? То есть он высказывает именно свое мнение, что очень важно, потому что сейчас очень мало этого. Кстати, по поводу того, что стихи и вообще вот эти мероприятия поэтические, то, что они раскрепощают, это стопроцентная правда, потому что иногда к нам приходят люди, ну, как правило, молодые, даже иногда не очень молодые люди, они приходят и, ну, боятся вот, сидят вот так вот, потом они выходят на сцену, и вдруг с ними что-то случается. Они иногда такие вещи так читают, что просто, ну, за голову хватаешься, насколько это здорово. Вы им помогаете каким-то образом включать этот вот, нажать? Ну, пытаемся. Вы знаете, я... По мере возможностей. Вот вчера буквально у нас прошел свободный микрофон, посвященный по памяти, ну, приурочен был днём рождения Александра Михайловича Черного, ну, Саши Черного. Саша Черного. Да, Гликберг. И выходили люди, например, читать, да, у которых они выходят и говорят, вот прямо откровенно. Вы знаете, вы уж просите, вот то, что у меня с Диксией могут быть какие-то проблемы, я сейчас к стоматологу ухожу, вот, но они выходят и читают. У нас читают люди, даже есть те, у которых есть дефектная речь, ну, тут куда от этого деться. Есть, понимаете, вот выходят дети маленькие, 5 лет, 6 лет, и они не боятся. А как раскрепостить? Да, наверное, каким-то своим примером, ведь, знаете, хороший пример, он тоже заразителен, и он должен быть заразительным. Ты вышел, прочёл что-нибудь такое прямо, чтобы у тебя кровь закипела, чтобы ты аж весь задрожал, и всё прекрасно. И сразу же и следующий человек тоже готов, потому что он думает, ну, почему, ну, я тоже хочу, у меня тоже может получиться. Слушайте, интересно, а в современной школе, в нашей детям на уроках литературы выученные стихи всё так же у доски читают? Сейчас вообще есть? Вот насчёт этого... И в чём отличие? Нет, они по-прежнему читают стихи выученные, да, вот я не уверен, выходит ли они к доске, потому что обычно там стихи, если особенно длинные, там по очереди встань, продолжай, встань, продолжай. Я по своей школе помню, мы выходили в доске и на весь класс. Ну да, да, да. Просто, вы знаете, я вот сейчас трачу примерно по неделе, по две на разучивание одного стихотворения. То есть, естественно, ты его как-то там подгоняешь, ты добавляешь где-то, расставляешь удаление, интонации. Интонации, интонационные моменты. Конечно, где-то замедляешь тем, где-то его, наоборот, увеличиваешь. Ты на это тратишь неделю, может быть, даже две, смотря ещё какое стихотворение. И сейчас я просто с дикостью, вот просто, вот, я не знаю, как, я вспоминаю времена школьные, когда тебе говорят в понедельник к среде подготовить стихотворение. Выучи и расскажи. Письмо Олегина Татьяне. Ну, письмо Олегина Татьяне, это ещё не самое страшное, оно, по крайней мере, там строчки короткие. Вот, а когда там песня о купце Калашникове или что-нибудь ещё, вот такой вот кусок, значит, за неделю должен выучить наизусть. Вот это кошмар, на самом деле. И ведь, когда ты учишь это, например, за неделю, ты можешь, конечно, выучить. Это вот, понимаете, ну, это ведь чисто вот такая какая-то механика, не больше, не меньше. Просто механика, но это не позволяет проникнуться, это не позволяет вот как-то вот во что-то войти. Но в тот же самый момент, конечно же, это может заинтересовать. Вот, я просто помню учебник и литературу, который я в школе читал. Так я там, например, нам дают одно в самом начале учебника, там что-то считать. А я вот просматриваю всё абсолютно, и мне там что-то интересно, что-то не интересно. Так вот ты узнаёшь каких-то авторов? У меня был интересный эпизод, потому что есть же ещё, помимо учебника, вот в наше время была ещё такая хрестоматия, да? Да, да. Там были произведения. А те все произведения, как бы они входят в школьную программу, ну, и некоторые из них обязательные, некоторые факультативные. Как раз говоря о Маяковском, значит, когда был Маяковский, нам предложили выучить что-то из школьной программы, да. Вот, потом меня выгнали из класса. Ну, это было посетоверение в школьной программе «Вабли любящих баб до блюда, людям отдавать в угоду». Ну, все же не виноваты, что оно было в хрестоматии. Ну, ладно, наши гости остаются с нами, не выгоняем их. Михаил Лицарев, Николай Донецкий, основатели литературного клуба «Борода». Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, очень скоро продолжим. Итак, давайте уже сосредоточимся на поэтическом фестивале «Вольности-фест». Состоится послезавтра, 18 октября, в доме Витберга. К нам едут, ну, собственно, вам уже отвечать, кто к нам едет. Я бы начал не с того, кто к нам едет, а вообще, что такое за «Вольности-фест», когда он появился, и почему он так странно называется. Понимаете, у меня вот ассоциация сразу, да, с таким опасным стихотворением Александра Сергеевича Пушкина, очень опасное стихотворение, если вы помните его, да, «Самовластительный злодей», «Тебя, твой трон я ненавижу», «Твою погибель, смерть детей жестокой радостью». Не будете ли вы там подстричать к чему-то? То есть это случайно не такой социально активный фестиваль? Вообще, что, почему он так называется? Фестиваль «Вольности-фест» появился в Санкт-Петербурге в начале 2017 года, и у ребят была очень благая цель. В общем, они создали видеоблог, в который они выкладывали различных современных поэтов из разных городов, которые присылали им свои видеофайлы. В общем, почему «Вольность»? Ну, например, у Ромы Гонзы очень активная гражданская позиция. Это питерский поэт? Это питерский поэт, который к нам приедет, да, он уже несколько раз был в Кирове. На мой взгляд, очень хороший поэт. Вот сейчас они в тандеме с Антоном Володиным, еще одним питерским поэтом прекрасным. Гонза – это его настоящая фамилия? Насколько я знаю, да. Или это из серии «Доктор Гонза»? Точно не могу сказать. Точно не могу сказать. Вот, собственно, и изначально ребята организовали в Санкт-Петербурге вот это некое сообщество. Изначально был какой-то интернет-проект, да? Да, это было абсолютно точно. Присылали видео, монтировали, выкладывали. Совершенно верно, да. А «Вольность» – то, что, в общем, каждый читал то, что он хочет, то, что ему близко, не было какой-то заданной тематики. И впоследствии ребята это немного расширили. Они устроили первый «Вольности» тур, откатались по нашей стране. И потом они решили еще присоединить к этому всему какие-то музыкальные вставки, какие-то театральные проекты и так далее и тому подобное. То есть вот этот небольшой интернет-проект начал обрастать, так скажем, вышел в оффлайн и начал обрастать различными коллаборациями с другими видами искусств. Вот, собственно, наверное, поэтому «Вольности» фест, мне кажется. То есть, по сути, это на самом деле симбиоз творчества человеческого. То есть, это не только поэзия, да, это еще и музыка, это еще и исполнение, да, конечно же. Вот, то есть, если говорить, к примеру, вот просто проходить по списку, да, там, участников, это, конечно же, будут у нас актеры театра «На Спасской». — Драм-театра. — Драм-театра, да. У нас будут местные наши поэты, то есть Аглая Соловьева, Кировский. Аглая Соловьева, Андрей Жигалин. — Андрей Жигалин. Ну, вот мы. — Михаил Лицарев, Николай Донецкий. — Вот Алена Кошкина тоже такое очень знакомое имя и фамилия. — Солистка знаменитого коллектива. — Да, но она стоит в рубрике «Поэзия», то есть она будет читать именно? — Нет, Алена и Николай как раз стоят в рубрике «Музыка», но... — Потому что у меня какая-то другая вещь тут, да, Алена, как поэта позначена. Я вот как бы не первый раз уже с ней встречались, мы здесь несколько раз, и вот я не знал об этой ее стороне. — Мы будем отвечать с Аленой за музыкальное наполнение, но, опять же, мы будем исполнять исключительно авторский материал на русском языке. То есть это симбиоз, опять же, симбиоз русской поэзии, современной, классической, с моей музыкой, с джазовой музыкой. Вот, также я буду участвовать в исполнении нескольких артистов. То есть мы будем... Сейчас популярное такое направление стихи под музыку, да. — Раньше называлось «Литературно-художественная композиция». — Ну да, да, да. — Читец, выходил, дочитатель, 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 дочитатель. — Да, совершенно верно. Мелодикламация, наверное, это еще можно назвать. Ну вот, как-то вот таким образом это будет все происходить. — Я просто вспоминаю мою любимую пластинку, Михаил Казаков читал, была пластинка, называлась «Черная блюза» Ленгстона Хьюза. Казаков читал блюзы, а джазовая трио исполняла в это время блюзовую музыку. Он не пел, не читал, не встраивался, но все звучало великолепно. — Это еще симбиоз такой. — А тут главное поймать ритмику чтеца. Или если, то есть, например, вот когда мы с Мишей выступаем, я всегда стараюсь подстроиться под его темп и под его ритмику. То есть вот если ты ритм поймал, все, дальше все, а он просто идет, течет как-то само по себе. И уже не важно вообще, что играет музыкант. То есть это играет очень вторичную роль, что он исполняет. — Не только там, что Миша читает, а заранее надо на Мишу посмотреть, в каком он настроении. Прикинуть, выспался, он не выспался. — Всегда в одном был. — В каком он сейчас темпе зарядится? — Нет-нет-нет, на самом деле, да, когда Миша выходит читать, он всегда в одном настроении. В настроении стиха, в настроении смысла этого стихотворения, характера его. — Вообще у нас с Колей, на самом деле, я его искренне люблю как близкого слова к другу. — Это взаимно. — Бородатые мужики друга. А вот у вас мужской понедельник, понимаете? Но у нас с Колей есть, естественно, какие-то расхожие мнения, так скажем. Я, например, считаю, что поэзия должна оставаться поэзией. Вот это моё личное мнение. Потому что, понимаете, у слова есть сила. И у музыки, на самом деле, есть сила. И не факт, что когда мы с вами совмещаем одну силу с другой силой, эта сила удваивается. Не факт. Иногда, понимаете, получается что-то непонятное. Потому что каждая из видов искусства, я не буду брать классические пять, просто скажу, искусство, у каждого из них есть свои сильные стороны. Их нельзя, например, просто взять и скрестить, и так вот дать. Как это слово? Резонанс будет. Так там в физике. Поэтому я, на самом деле, больше люблю чистое исполнение. Потому что, когда ты, например, исполняешь под музыку, некоторые вещи, они съедаются. Когда ты читаешь, ты внимательно слушаешь. Гораздо больше работаешь над тем, чтобы это звучало. Но в тот же самый момент, ну что ж, это и имеет право быть. Почему нет? Нет, ну когда все-таки два, условно говоря, живая музыка с тобой, живой человек, который тебя понимает, чувствует, который на самом деле помогает тебе читать. Это, наверное, одно. Я просто опять хочу говорить о прошлом. Наш самый первый выход был в свет, когда в 80-е годы мы решили сделать все вообще всерьез. То есть фонограмма, картинки проектор, значит, идет, и, значит, чтец. Все это замеряли по секундам, там, подбирали, репетировали. Но это все хорошо, кроме одного. Человек-то выходит живой, он в эти секунды уже в данном настроении не укладывается, да. То есть музыка уже меняется, стих еще продолжается. Вот мне это не понравилось тогда. То есть вот на самом деле возникло то, что вот резонанса-то этого не возникла, да. То есть человек, ну, он живой, а музыка-то уже записанная. У нас первое вот такое вот, первое совместное с Колей было как раз стихотворение «Больному» Александра Глитберга, да, Саши Черного. Я помню, первый раз оно прозвучало на праздновании нашего дня рождения. Ну, я имею в виду Литвиле Театрного клуба, да. И я помню, когда мы прогнали, не то что даже прогнали, просто Коля как-то так, он сел с гитарой, я встал со своими словечками. И вот у нас как-то так все стало, и Коля такой, ну, ладно, я, говорит, примерно понял. Я такой думаю, да я тоже, думаю, примерно понял. И вот у нас начало выступления. Я стою, я не знаю, как это будет. И я, Коля, так подхожу и говорю, Коль, сделаем это. А Коля на меня сможет как на дурака-то какого-то, он-то, потому что это делает постоянно. А я такой, Коль, сделаем это, да. Давай сделаем, пусть оно будет нормально, хорошо, да. Давай, давай, брат. Мы что-то начали, и вы знаете, когда мы стали вот это давать, меня настолько сильно захлестнули эмоции, потому что чувства, потому что стихотворение невероятное. Стихотворение невероятное, и даже, понимаете, его посыл вот этот больному. Да, и у меня до того оно было все, вот эти чувства, эмоции были невероятные, что у меня зубы стеснулись. И я иногда где-то просто, я здесь сипел, я так, вот так вот. Но это потом как-то уже прошло, скажем так, с обкаткой, но это невероятные эмоции, это невероятные чувства. И ты всегда радуешься, ты всегда ощущаешь себя счастливым, когда вот эти стихи доходят до слушателя. Ты рад, ты очень рад. Знаете, у меня есть такая отличительная особенность. Можно вот эти, без микрофона, да, ведь это все происходит у вас, выступления. Я люблю выступления без микрофона. Без микрофона, потому что тут же можно халявить, и иногда усиливающие. Но там мы специфическим образом подзвучивали Михаила, как подзвучивают оперных артистов. То есть микрофон стоял узконаправленный, на большом расстоянии, и в общем мы даже, ну там есть кому-то интересные тонкости, мы даже специально сводили, чтобы вот казалось, что вообще никакой подзвучки нет. То есть там небольшая задержка была от микрофона, и ну в общем все было сделано очень профессионально. Для достижения вот этого эффекта, для слуха. Да, конечно, конечно. И чтобы гитара звучала, как будто она со сцены звучит, а не через колонки. То есть там, в общем, было все довольно неплохо. И я хотел еще добавить по поводу, музыка не должна мешать стихотворению. То есть то, о чем я говорил, то есть все-таки главное это слово, а музыка, она лишь создает дополнительное настроение. То есть, знаете, как на рисунке вот этот вот бэкграунд, да, то есть когда делают, я не знаю, как это правильно называется профессионально, но когда сначала наносят некий фон, подмалевок, да, совершенно верно. Вот в данном случае музыка является вот этим неким подмалевком, да, которая лишь создает, лишь вводит тебя вот в нужную атмосферу. Вот и все. Ну вот у нас сейчас вот опять может разразиться тут дискуссия, поэтому... Нет, ты не подмалевок. Как ты меня назвал? Подмалевок? Это кто подмалевок? Я поэтому проволчу. Слово-то смешное, конечно. Да. Ну, я вообще, если честно, не очень люблю микрофоны. Мне нравится именно читать вот вживую, потому что это, знаете, это когда твой голос, все равно... Ну, просто есть условия, залы, где... Да, конечно, да, извини, есть поэты, которые, к сожалению, не обладают как-то различным таким голосом, да, чтобы пробить зал, да, есть просто на самом деле очень камерные люди, ну что делать, им надо микрофон, иначе не дойдет. Ну, вот у меня жена постоянно все, да хватит орать, я говорю, да я не ору, я вообще тихо говорю сейчас. Она, нет, ты орешь. Я говорю, да ну нет, тихо говорю, поэтому вот у меня такой вот голос. Ну, Коля тоже с этим иногда как-то мучается, когда я начинаю говорить. Мы за волей спросить, как вы, собственно, нашлись с этими людьми, которые приедут к нам? Однажды... Как вышли друг на друга? Однажды, довольно много лет назад, я познакомился с человеком, который в этом проекте конкретно не участвует. Это Ваня Пинженин, мой хороший большой друг, петербуржский поэт. Мы тоже его знаем, он у нас как-то даже персонажем вопроса был в культпоходе. Было? Было, да. Да, было, было. Поэтому фамилию запомнили. Вот, и как раз у них тогда был творческий тандем с Ромой Гонзой. Вот, собственно, тогда мы и познакомились, когда они приезжали в Киров. И потом мы с Ромой довольно много раз встречались и в Кирове, и в Санкт-Петербурге. И, ну, как-то нам это взаимно интересно сотрудничать. И поэтому вот ребят после Екатеринбурга предложили нам, что вот, ребят, давайте мы сделаем в Кирове. А, то есть сейчас туру у них все. Да, 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 да. Конечно, конечно. Я, вы знаете, как передвижники. Передвижники новой волны, так скажем. Я, вы знаете, я вот буквально вот недавно говорил о нынешних вот этих понятиях андеграунд, да, мейнстрим. Я, конечно же, против того, чтобы вот поэзию в эти вот рамки как-то вклинивать, да, там андеграунда или мейнстрима. По какой причине? Потому что поэзия — это то, что должно идти в массы. Это то, что должно людей заинтересовывать. И когда мы говорим, слушайте, вот наша поэзия, она андеграундна, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что мы хотим ограничить круг слушателей того, что мы делаем. Замыкаемся тем самым. Да, да, да. Таким образом, понимаете, мы не даем толчка. Это бронзское движение получается, по сути. Я считаю, что культура, искусство — это как дерево, оно должно цвести. Конечно же, да, плоды, которые будут появляться, они рано или поздно там упадут или их сорвут или низнеют, неважно. Но все равно появятся следующие почки. Понимаете, этот процесс, он должен быть. Это вот круговерь природы. И в данном случае точно так же. Поэтому я, например, категорически против вот этих моментов, когда там уходить в андеграунд. Да я считаю, что мы, наоборот, должны во весь наш голос сказать о том, что мы есть. Мы должны во весь наш голос сказать о том, что мы должны, обязаны развивать не только культуру нашу, скажем так, обывательскую какую-то, как правильно, по улице ходить или уступать дорогу или не уступать. Но мы должны еще развивать культуру наших душ. Понимаете? Мы должны развивать это. И когда мы говорим, к примеру, монетизация, когда мы вот такие вот вещи применяем к нашей душе, что это получается? Это получается, что мы пытаемся нашу с вами духовные ценности, нашу душу каким-то образом продать, сделать из этого какой-то вот образ. Да нет, мы должны во весь голос сказать о том, что это должно нестись в массу. Вот я, например, на позициях вот именно таких. И именно, наверное, по этой причине мы как-то скоро сошлись в любом случае. И, понимаете, поэтому, наверное, и рабоче-крестьянский такой вот у нас формат. Раз уж мы об этом заговорили, простите за этот вопрос. Ты правильно понял, что в Вольности Фест проект некоммерческий абсолютно? Ну, проект совершенно верно, это проект некоммерческий. То есть не стоит задачи заработать какие-то там миллионы. Но это невозможно, собственно говоря, на таком проекте. Но, однако, на Вольности Фест вход будет платный. Это нам позволит закрыть какие-то... Орг расходы. Орг расходы, да. Без этого, к сожалению... И возрастное ограничение 6+, я должен это произнести. Да, совершенно верно. А как можно ставить на поэтический вечер заранее 6+, ведь никогда же не знаешь, что скажет человек со сцены. Если уж мы говорим про Фест вольности. Когда вот вы сказали про Пушкина, я почему-то сразу же вспомнил, если честно, опасное стихотворение «Сеятель пустынный». Свобода «Сеятель пустынный» я вышла рано до звезды. Ну, 6+, не 6+, да нет, все в рамках приличия, потому что все равно, понимаете, должно ведь быть лицо. Мы ведь не можем просто-напросто взять, выйти... Что я, что Коля, мы против того, когда обилие мата, жесткости, глупости... Нет, этого не будет ни в коем случае. Этого нет. Нам вообще, нам на самом деле противно. То есть очень часто, знаете, когда... Спасибо, это вы сейчас для Роскомнадзора, видимо, сказали. Не-не-не, мы не будем. Нет, когда у нас проходит мероприятие, если вот, ну, допустим, Дни романтики на вятке, в которых мы участвуем второй год подряд в шахматном домике в Александровском саду, там вот мы не можем, понимаете, предугадать, вот кто, например, будет выходить. Потому что людей очень много. И так бывало, что человек выходит и начинает говорить, и где-то, знаете, мелькает у него какое-нибудь словечко. Вот оно мелькает. Хотя мы с самого начала говорим, уважаемые, давайте будем все-таки людьми воспитанными, культурными, да. И вот когда мелькает, просто надо видеть наши сходи лица. Они просто такие, мы так сразу же друг на друга, и так, что вообще, как это можно, что за еретик просто обохобился. Михаил, я не совсем говорил про обсценную лексику, я просто говорил, что вообще поэзия, она наполнена эротикой, очень часто бывает, эротикой 6+, мне кажется, тоже уже с точки зрения Скомнадзора несовместимы. Не обязательно говорить плохие слова, наоборот, можно говорить очень хорошее. Знаете, на самом деле, даже сатира иногда вряд ли сможет как-то подойти под 6+, ибо не только из-за крамолы или какого-то, знаете, такой подоплеки противоправительственной в начале 200 века прикрывали там сатирикон, да, журнал «Зритель», то есть, ну, не зря. То есть, вот, например, тот же самый Саша Черный Гликберг, я обожаю, на самом деле, этого поэта, ему даже посоветовали в 2006 году уехать из России, потому что, ну, могли начаться преследования. И боевые стихи, они появлялись, и после этого журнал закрывался. То есть, он стал таким, знаете, вот, последний кирпич в доме, вот этот вот поэт. То есть, он издавался в этом журнале, журнал закрывали. В следующем издавался, журнал закрывали. Вот, поэтому, но там не было никакого анимата, ничего, чистая сатира, вот, чистая сатира. Нам сделать нужно небольшую паузу, рекламную паузу, и скоро продолжим. Николай Донецкий, Михаил Ильицарев, основатель литературного клуба «Бара», да, у нас в студии, остается не так много времени. В общем-то, мы так подробно уже, да, поговорили? Мы поговорили о том, что у нас послезавтра, да, в доме Виттберга пройдет поэтический фестиваль «Вольность и фест». Семь вечера, начало. Да, ожидаются гости из Санкт-Петербурга, известные молодые питерские поэты Рома Гонзан, Антон Володин, а также целая бригада, так сказать, вятской, так сказать, культурной прослойки, потому что и поэты, и артисты, и музыканты, то есть, что-то очень интересное. Вы как-то формализуете весь этот фестиваль, то есть, какой-то есть порядок строгий, да, вот сейчас это, сейчас это? Или вы уже как-то вот по-другому продумываете? Или «Вольность» во всем, в организации, в порядке выступающих? Нет, естественно, любая «Вольность» должна быть, ну, хотя бы как-то структурирована и организована. Правильно. Любой экспромт должен быть. В теннис без сетки играть неинтересно. Конечно, конечно, разумеется, разумеется, да. Нет, это будет все... То есть, есть определенная программа, как бы, такая же, да? Да, как продумано. Конечно, конечно. Ну, позвольте предположить, что это будет, ну, как-то обычно говорят, некий кирпичик, там, вложенный. И будут еще мероприятия. Обязательно, обязательно. Конечно, конечно. Давайте поговорим о том, как он говорил про Сашу Черного, да, чтобы это не был тем кирпичиком, после которого все закрывается, да, вот я имею в виду, что кирпичик в здании, вот это вот там, поэтической литературной. У нас, знаете, у нас... О планах, давайте поговорим о оставшиеся еще. У нас ведь, у нашего литературного клуба есть несколько таких, ну, так, разновидностей. Есть у нас усатая лектория, вот, ну, где борода... А вообще, чтобы без волос у вас что-нибудь есть? Вот я про себя сразу подумал. Нет, а вы знаете, а мы, на самом деле, когда говорим о бороде, там получилось как? Первое мероприятие, и мы такие, вот, нам бы название для нашего литературного клуба мы вот решили вот открыть такой, вот создать. И как вот мы его назовем? И мы, значит, стоим с Колей, и Коля такой, ну, я, говорит, не знаю, ну, то есть зрители, все, много людей. Коля такой, ну, я не знаю, можно назвать усы, а можно назвать борода. Уважаемые зрители, вот как вот вам, усы или борода? Все такие, борода! Давайте проголосуем, да. Литературный клуб борода. Вот, литературный клуб борода, но если есть борода, то усы тоже пригодятся, вот, поэтому у нас есть усатый лекторий, в рамках этого лектория, то есть выступаю и я, и вот, лица ее Ксении Станиславовна, декан филологического факультета, вот, недавно прочитала лекцию о фантастике. И также будем приглашать других разных интересных людей, кому есть что сказать. Ну, то есть, вот, это такие лекции, усатый лекторий, это лекции, опять же, в свободном формате, где может каждый человек прийти, и не в какой-то скучной аудитории, например, да, а... То есть, вам какой-то интерактивный момент такой возникает, да, то есть, вариант беседы возникает с тем, кто пришел, да? Ну, конечно, конечно, такое есть, такое есть, все-таки стараемся, конечно, придерживаться определенных, знаете, вот этих вот постулатов, да, преподаваний, когда все равно, вот, отчитываешь какой-то материал, и потом уже идут обсуждения какие-то, вот, это понятно, это правильно, это уважительно, потому что, ну, все-таки лектор должен быть все-таки один, вот, но, естественно, все могут высказываться, все могут говорить, обсуждать, ведь, понимаете, порой и в спорах рождается истина, Ну, а как же тут... Бывает такое, что прозвучавшая от зрителя, слушателя, точка зрения, позиция, ну, вот, прям крайне вас не устраивает, хочется так возразить резко? Да, конечно, бывает, да, естественно. Мне кажется, у меня чаще, потому что Коля очень часто меня успокаивает, он очень часто мне говорит, Миша, да успокойся, 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 вот, потому что бывали, понимаете, абсолютно разные ситуации, ибо, вот, наш, например, зритель слушает, житель или же, вот, просто посетитель каких-либо кафешек или, там, вот, увеселительных заведений, он воспринимает, ну, как, ну, прийти можно и вести себя как угодно, или, допустим, можно прийти, такие люди есть, понимаете, которым просто, вот, хлеба и зрелища, им больше ничего не надо, вот, такие люди, конечно же, есть, но я очень рад тому, что их мало, на самом деле их мало, но бывает, бывает, бывает. А, Коля меня успокаивает, вот, так как у меня горячая южная кровь, и я так бы постоянно сразу же весь, Коля сразу же видит, и он такой, Миша, ну, тихо, ну, тихо, и так меня поглаживает, да, Миша, успокойся. Когда вы в самом начале говорили, да, про, ну, отсутствие элитарности, да, клуба, закладывали именно такие цели, а по возрасту кто? Совершенно разный. От шести до восьмидесяти шести, наверное, я не знаю, кто только у нас уже не читал. У нас очень разные. У нас было, мы провели мероприятие на улице с Паской, прямо напротив краевских людей. Одно из первых, которое у нас было, посвященное, ну, Пушкину, да, как раз к дню рождения. И вы знаете... В начале июня. Да, по-моему, да. Шестого июня. Я-то просто год пытаюсь поймать там сразу что-то такое более конкретное. И вот люди читали абсолютно разное. Один подошел, значит, вот в районе Вечного Огня живет там такой выпивоха, подошел, стал там читать, там, стал что-то там о Пушке говорить. Девочка маленькая вышла, мама там рядом стоит. Просто, знаете, мы все умилялись. Девочка вышла, так мило, так все хорошо прочитала. То есть любой желающий может... Потом был темнокожий студент. Да. Да. Ну, это вообще-то для Пушкина самое то. Да, да, да. Что за Пушкин без темнокожего студента, это правильно? Друзья, я родственник. Я прочту. Вот. Читает абсолютно любой. Абсолютно любой. И мне, вы знаете, мне кажется, что вот такие вещи, они в какой-то степени способствуют и какому-то, понимаете, самодисциплине человека. Они способствуют развитию его. Ведь для нас очень важно иметь место, где мы можем высказаться. Не только дома, не только на кухне за столом, а где-то еще. И чтобы был слушатель. Очень часто даже у нас кто-то выходит читать стихи, и перед чтением вот есть какая-то, например, преамбула. То есть он говорит вот что-то. То есть он о чем-то рассуждает. Вот так как-то так это активно, а может быть не активно. А может быть кто-то прочтет и из зала скажет, ну ведь позвольте, я с вами не согласен. Понимаете? То есть и это развивает все-таки, как мне кажется, еще и культуру определенную. А, кстати, любой материал-то можно читать со сцены Литклоба Борода. Либо вы тоже ставите задачу формирования некого вкуса. Вот это... И это тоже, конечно. Есть такой момент? У нас, ну не то чтобы прямо уж вкуса, а у нас тематически. У вас там приурочены к дате, например, вечер памяти такого. Да, у нас иногда не просто приурочены, иногда так просто в голову стрельнуло, и вот решили. То есть у нас был Бродский, у нас был Блок, у нас был Хармс, Пушкин, Саша Черный. Было несколько мероприятий по Серебряному веку, были мероприятия по Высоцкому, детские стихи были. Любви. Также были стихи праздника, даже вот такое, то есть праздничные стихотворения какие-нибудь там Новый год, я не знаю, день рождения, что-то... Вот 8 марта, да, это 23 февраля. Вот как-то так, мы обозначаем все равно тему какую-то, но иногда, знаете, и это вполне нормально, тоже приветствуется, когда выходит человек и говорит, ну вот, собственно, там тема Маяковский, но ведь вот Маяковский, там он был тронут, и его до глубины души заделало самоубийство Есенина. Вот, мне хотелось бы прочесть Есенина. Я такой, да пожалуйста, читайте Есенина. Вот, поэтому, ну, как-то вот, как-то вот так. Ну, если, если вы, например, желаете, если вы хотите, я могу даже и прочесть, вот, я как-то всегда рад. Давайте у нас остается буквально несколько секунд. Несколько секунд? Несколько секунд, ну, ну, полминуты. Ладно, не буду уже отвлекать, уже все, Михаил Лицарев читает. У меня стихотворение Александра Блока. Давайте, это будет хорошей финальной точкой. Еще раз приглашаем, да, слушателей, желающих послезавтра в дом Фритберга на фестиваль вольности Фест. Миры летят, года летят пустая, Вселенная глядит в нас мураком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, О счастье твердишь. Который раз? Что счастье? Вечерние прохлады В темнеющем саду, В лесной глуши Или мрачная, порочная услада Вина, страстей, погибель души? Что счастье? Короткий миг и тесный Забвенье, сон И отдых от забот Очнешься Вновь безумный, Неизвестный И за сердце хватающий полет. Вздохнул, глядишь, Опасность миновала И в этот самый миг толчок Заброшенный куда-то Как попало Летит, жужжит, Торопится волчок И уцепясь за край Скользящий острый И слушая всегда Жужжащий звон Не сходим ли с ума Мы в смене пестрой Придуманных причин, Пространств, времен Когда ж конец Назойливому звуку Не станет сил Без отдыха внимать. Как страшно все, Как дико, Дай мне руку, Товарищ, друг, Забудемся опять. Спасибо большое, Михаил Лицарев, Николай Донецкий, Основатель литературного клуба Бородан. На этом завершается Мужской понедельник. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Программа «Особое мнение». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова